Ты любишь косметику? Косметику не люблю, краситься не люблю. У тебя подбородок, который чуть-чуть выдвинут вперед, это говорит о том, что ты очень быстро сходишься с людьми. Ладно. Да, физерномика реально работает. Если у парня есть фотографии в инстаграме и там-там-там, я даже не отвечаю, сразу удаляю, серьезно. Люди делятся жвачками, а на моем канале люди делятся ремонтирующими салфетками. Когда ты встретила свою самую большую любовь в жизни, ты была накрашена? Огромные, просто рога, я не знаю, у меня были черные губы. Два года продлились отношения. Ты уверена, что это канал про косметику? Или все же нет? Всем привет, меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале, где мы говорим о красоте, о косметике, об отношениях. Сегодня мы будем разбирать косметичку журналиста, чьи блоги также я смотрю. И мне очень нравится, что все гости там постоянно плачут. Стрелял из... 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 Какие воспоминания связаны с этой квартирой? Не самые лучшие. Не самые лучшие. Такое ощущение, знаешь, как будто ты умерла и видишь со стороны, что они остались полусиротами. Вот как-то так. Это просто идеальная, на мой взгляд, девушка Анна Алицкая. Ну что, Ань, привет! Ух, столько комплиментов! Буквально за минуту, спасибо огромное. Я сразу скажу, что это первая лакшери-косметичка в нашем сезоне. Это сама купила. Это сама купила, да? То есть, честно, заработай деньжу. Ты любишь косметику? Нет. Косметику не люблю, краситься не люблю. Собираюсь буквально за две минуты. Вот так вот прихожу в салон и говорю, вот, то есть, крастье. И вот они мне красят. А, то есть ты приходишь со своей косметикой? Ну... В основном, да? Ну, да, да. Я человек, который проработал на телевидении 8 лет. И у нас даже был один инцидент, когда пришлось искать этого гримера, который кого-то накрасил грязными кистями. И просто пошла аллергия у всех журналистов, у всех ведущих. Это был просто ад. То есть мы не выходили в кадр месяц, мы лечились у косметики. И я решила, что с этих пор я всегда прихожу со своими кистями. И здесь должен выехать, у нас есть средство для дезинфекции кистей. Дизал, наш вариант. Оп, лучшее средство для гримера. Это же сегодня было у тебя в салоне, меня красиво накрасили, поэтому я даже не задавала вопросы, чистые ли кисти. Все там было кристально чисто. Сейчас такой очень популярный тренд, во-первых, в инстаграм сниматься без фильтров, да? И на ютубе тоже нейчерл, без макияжа. Как ты к этому относишься? Я очень стараюсь к этому перейти, но не всегда удается, правда. Всегда хочется быть такой идеально, но правда. Вот это вот, то, что без купюр, без вот этих вот масок, это очень крутой тренд. Ну, я против этого тренда. Да? Я работаю визажистом, 15 лет, это мой заработок, поэтому мне нужно, чтобы все люди красились. Судя по тому, как ты ко мне села, у тебя рабочая сторона вот эта, да? Ну, я так считаю, что да. Я себе нравлюсь в кадре больше, когда я с этой стороны. Но иной раз ко мне приходит героинец, которой мы не можем поделить левую сторону, и мы просто уже доходим. Ну, я понимаю, ты моя гость, а может быть, ты все же попробуешь? Ну, конечно, я уступаю. Я всегда уступаю, но бывает, знаешь, я кладу просто там, например, свою какую-то помаду сразу сюда, чтобы вы понимали, да, что это мое место. Она у тебя рабочая, потому что у тебя просто выше расположена скула, и выше расположен глаз, и выше расположена бронь. То есть, можно даже сразу на любого героя своего посмотреть, понять, ага, этот глаз выше, значит, это у нее будет рабочая сторона. Потому что нам всем нравится, когда сторона более приподнята по физиогномике. Очень важны носогубные впадины, вот носогубные складки. Чем ближе носогубная складка ко рту, тем более человек такой к деньгам меркантильный. Правая сторона – это все, что относительно работы. Левая сторона – это что относительно у тебя мужчин. Носогубная складка здесь она чуть-чуть поменьше. То есть, в принципе, если тебе будет что-то интересно по работе, ты можешь поработать и бесплатно. То есть, не все завязано в деньгах. Ты абсолютно права, ты что, иногда у меня выпуски настолько дорогие, что я вообще их не окупаю, но я все равно кайфую, выпускаю их. Вот ямочка – это насколько ты легко тратишь деньги, отпускаешь. Вот на это ты очень легко тратишь деньги. Правая сторона работы. Да, да, да. А вот по мужчинам, ну, финансовое состояние все равно важно. Мужчину за свой счет ты никуда не повезешь. Какой бы он классный ни был… Мне надо комментировать. Или можно не комментировать. У тебя вот эта ямочка, которая говорит о том, что ты постоянно сомневаешься, ну, как бы, легкие сомнения, не прям так, что, ой, я не знаю, прям одеть зеленый либо красный, и ходишь три года об этом думаешь. Ну, есть легкие сомнения. Ну, ты абсолютно права. Сомнения, да, в моей жизни присутствуют. И это тоже один из комплексов, который я прорабатываю. И вот я работаю над тем, чтобы принимать решения сама, без советов чьих-либо. Ну, и плюс у тебя этот глаз, на самом деле, чуть больше, чем этот. Это у всех, на самом деле. Ты сказала, что я идеальная, красивая девушка-журналист. В асимметрии есть красота. То есть, если ты посмотришь, например, фотороботы, которых их разыскивает милиция, то они, как правило, будут симметричны. А если ты посмотришь какие-то картины идеальных, вот, на наш взгляд, идеальных женщин, да, и ты ее рассмотришь, у нее одна бровь выше, другая ниже, вот вся красота – это в асимметрии. И важно, кстати, когда специалист красит, вот как он подчеркивает эту асимметрию. И этот глаз говорит о том, что ты к мужчинам присматриваешься более тщательно, даже чем к выбору работы. Может быть, в работе я могу, знаешь, какие-то ошибки проезжать, а к мужчинам я их не проезжаю. Но я тоже над этим работаю. Еще у тебя подбородок, который чуть-чуть выдвинут вперед и такой достаточно активный. Это говорит о том, что ты очень быстро сходишься с людьми. Ну, то есть, тебе наладить какие-то отношения вообще нет никаких вопросов. Вот есть люди, у которых подбородок прям вдавн, вовнутрь, и он очень маленький. Это значит, люди, как правило, инкроверты, им очень тяжело с другими людьми, им комфортно самим собой. У меня девочка, я ее взяла на работу, и она должна была заниматься документами. А у нее прям такой выдвинутый в подбородок активный. А вторую я взяла на общение с спикерами. И у нее был маленький вовнутрь подбородок. Потому что, смотрю, что-то не клеится. Взяла их, просто поменяла должности. Из-за подбородка. Все, чисто из-за подбородка. Жизнь наладилась. Для меня там спикер, например, Григорий Семчук, моя Варя с выдвинутым подбородком, через пять минут уже звонит ему. Так, Гришко, дивись. Ты приходишь туды, туды, настолько быстро она находится, вот это взаимоотношение. Поэтому физерномика реально работает. Хотела одну историю рассказать, обязательно тебе ее расскажу. Потому что я всегда, у меня всю жизнь были нарочены ресницы, ну, наверное, лет 10. И у меня есть вот такой вот инструмент, который называется как-то, там, керли, или как-то такой, в общем, щипчики. И я эти щипчики использовала, наверное, лет с 11. Я вырывала ресницы до такого. Знаешь, я их так, то есть они у меня ровные. Прижимала их. И такие коротенькие. Но мне всегда нужен был вот этот эффект, как у всех девочек в классе. И я вот так вот переживала, прижимала, и если кто-то подтолкнул, то все ресницы оставались здесь. Я ходила без ресниц там месяцами. Это просто ужас. Я меняла, то есть это мой самый любимый прибор. Я его специально взяла, просто показать, знаешь, как такой раритет. Я им не пользуюсь уже очень много лет. Мой ревитолаж, он меня спас. И все, больше нароченных ресниц у меня это, и все, я за естественную красоту. Там есть один из компонентов, который приближен к гормональному. Что он делает вообще, в принципе? У нас есть три стадии роста волос, ресниц, бровей. Это анаген, катаген, телоген. И вот когда ты мажешь этим средством, твоя ресничка думает, что у нее постоянный должен быть рост. Постоянный анаген. Это также наш организм в таком же состоянии, когда женщина беременна. Вот когда женщина беременна, у нас нет стадии катагена. Поэтому у всех отрастают очень волосы, отрастают там те же ресницы. Плюсы, да, в том, что ресницы на самом деле можно дорастить хоть до бровей. То есть она будет постоянно расти. Это как искусственное питание для нее. Минусы в том, что он влияет на копигары. И могут краснеть глаза, может быть сухость глаза. Поэтому можно, например, ты попользовался и заменить чем-то на основе аминокислот. Знаешь, я даже во время беременности все же хотела добиться этого эффекта. Потому что мне действительно эта штука так надоела и достала. Вот я думала, ну ладно, я сейчас расслаблюсь и сделаю ламинирование. И у меня не взялось. Ну потому что гормональный же сбой. Ну на самом-то деле это миф, я сразу могу сказать. То есть это просто не сработало средство. Серьезно? Ресница – это мертвая часть. То есть на нее гормоны уже никак не влияют. У меня есть один парикмахер, мой знакомый. И он работал в Стамбурге, просто подметал в салоне. Ну как бы уборщиком. А приехал в Украину и сказал, что он парикмахер. И пришел клиент, опоздал. Он не у нас работал в Одессе. Сел на окрашивание, хотел холодный блонд, получился фиолетовый. И начинает кричать, ругаться, что он такой-сякой. Он говорит, подождите. Вот вы пришли в плохом настроении. Вселенная все слышит. Оно же притягивается. Я тут при чем? Да, точно так же и здесь. Да, да. Вы беременны. Это ваш гормональный фон. Я тут при чем, что реснички не поднялись? Нет, на самом деле тут вопрос был в работе. Там либо и варик был неправильный, либо не сработал состав. А когда ты была беременна, ты красила, стригла волосы? Есть очень много мифов тоже на этот счет. Я волосы в принципе не крашу. То есть у меня вопрос о окрашивании никогда не стояло. А вот по поводу стрижки, то да, у меня был такой забубон, что думаю, так, пока не буду стричься. Вот только когда уже родила, пошла к парикмахерам. А чего бы ты именно боялась? Что там роды будут сложные? Красоту, я не знаю, своего сына могла состричь. Ну то есть все что угодно. Я придумывала себе женщины всегда в голове выстраивать свои абсолютно фантазии. Все, что мы делаем с волосами, это вообще никак не влияет на здоровье плода. Хуже, знаете, когда беременная страшненькая, с корнями такими отросшими, там с волосами неухоженными, ногти не дай бог не красить, потому что гель-лак там вредит ребенку. И муж смотрит, думает, так, ладно, хорошо, пойду я куда-нибудь схожу в другое место. Так, ну что, поехали дальше, что у тебя еще здесь есть. Конечно же, пудра Лауры Мерсье, 100% тебе кто-то ее посоветовал. Пудра реально классная. Хотя, я тебя тут уже заприметила, у тебя есть матирующие салфетки. Они меня спасают всегда. Я вообще не люблю тонны косметики на себе. И даже когда в кадре, так называется, блещу, то я всегда использую все же салфетки, чтобы потом выходить после съемки не вот с таким вот тонным, да? Слоем, да. Слоем, да. Давай я как раз это сделаю. Блещу? Чуть-чуть, да? Люди делятся жвачками, а на моем канале люди делятся матирующими салфетками. Я так же говорю, вам надо. Матирующими салфетками. Ребят, вам не надо? Тональный крем. У тебя темная кожа, темной коже тяжело подобрать тон. Ой, ты не понимаешь. Я действительно смуглая вообще от рождения. У нас мулат есть, уже был журналист на телевидении. Он пользовался этим тоном, и я. Вот ты знаешь, я выбрала для себя вот именно этот. Это Кристиан Диор 30-ка, правильно? Да, это 3Н. 3Н, да. 3Н, вот я даже не знаю, но, опять же, порекомендовали. С кожей, с такой темной, часто бывают вопросы с пигментными пятнами. Сталкиваешься ли ты? Вот это вот моя большая проблема, да, абсолютно. Вот ты же видишь, вот это вот пигментное пятно, я всегда удаляю лазером, оно всегда появляется. Вот я меньше загораю сейчас лицом, и все же у меня вот такая предрасположенность, что веснушек очень много летом, ну и пигментные пятна. Даже если ты мажешь лицо SPF-ом, но если у тебя руки попадают на солнце, то у тебя пигментное пятно будет вылазить там, где оно у тебя есть. Да ладно? Да, поэтому если у тебя есть предрасположенность, лучше вообще не загорать, либо полностью все наносить SPF-ом. Я тебе не верю. Ты серьезно? Да. Вот этот вот кремчик, который я тебе специально взяла SPF-50, не работает, если я не мажу ноги. То есть я, да, лучше полностью все. Тем более у тебя кожа склонна к загару, даже если ты не будешь загорать, ты будешь сидеть в тенке, ты все равно будешь темнеть. Когда ты встретила свою самую большую любовь в жизни, ну может это не самая большая, но одна из, ты была накрашена или не была накрашена? У меня была очень накрашена, это был Хэллоуин. Я была просто как мать драконов, понимаешь, у меня была вот так вот грудь, декольте, а значит поглубже. И вот огромные просто рога, я не знаю, то есть у меня были черные губы, у меня были очень с синяками, ну это же Хэллоуин, понимаешь, с синяками, тени, то есть я была максимально с розовыми щеками. То есть это был просто антимейкот для знакомства. Но ты представляешь, все состоялось в этот же вечер, я просто его покорила. Вот и, собственно, Хэллоуин, знаешь, сделал свое дело. Два года продлились отношения, чтобы ты понимала. А, то есть на настойка, да? Да, 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 но столько вот мать драконов поразила. Я надеюсь, что все дело не в декольте, а все же мейкап, понимаешь? Девчонки, а вы также напишите обязательно в комментариях свою историю знакомства и как вы были накрашены. За самые интересные истории мы подарим набор классных масок для гидса и выберем целых пять победителей. Если были накрашены, то с уточениями, как вы были накрашены, был ли это Хэллоуин. Да, да, да. Мужчина должен быть красивый. Я считаю, что красота мужчины это такое понятие очень растяжимое. Для меня красота мужчины проявляется в его поступках, в его дисциплине, в его, ну вот, отношении к жизни. Ну, то есть я не могу тебе, знаешь, сказать вот сейчас вот метр девяносто два, брюнет и все тому прочее. Хотя, да, такие мне нравятся. Но ты понимаешь, красота мужчины это вот не про это. Это очень важно, когда мужчина занимается собой, своим телом. У него и в бизнесе дела хорошие, ты же сама сказала, заметила, что материальная сторона для меня очень важна. Ну и, конечно, очень важное отношение ко мне, как он ко мне относится. И вот тогда, знаешь, это вот есть у него шансы. Как познакомиться? Как познакомиться. Блин, ну это такое странное, да. Мне кажется, что сейчас времена одиночек. Я свободная девушка, сразу вот я тебе заявляю, я не в отношениях. Но я прекрасно знаю, что, ну, а вот, а как, пойти с первым, ну, тебе пишут там в директ, привет, там, ты мне нравишься, ты такая красивая. Ну, окей, хорошо, пойдем на кофе. И что, я пошла на кофе? Ну, нет, я этого не делаю. А почему? Ну, как, ну, это как-то очень просто и легко. Он же в инстаграм пишет, посмотрела, что у него там. Ну, как правило, если у парня есть фотографии в инстаграме, там, 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 я даже не отвечаю, сразу удаляю, серьезно. Если у него нет фотографии, это хороший знак. Для того, чтобы встретить, действительно, своего мужчину, судьба 100%, но еще нужно что-то для этого сделать. Если бы он не просто тебе писал в директ, а прислать там цветы какие-то, даже просто, не знаю, я вам, кстати, мальчики сейчас прям вот план даю. Просто сначала цветы прислали, раз, два, причем не пишите от кого, вот, чтобы каждый сторис, ой, ко мне пришли кого-то цветы, напишите от кого эти цветы. И так хотя бы там недельки две, а потом записка с цветами, да, ты красивая, без приглашения. И уже интрига, уже ты хочешь там, думаешь. Ты уверена, что это канал про косметику? Или все же нет? У меня, кстати, очень многих я так своих друзей познакомила. Ну, вот, ты знаешь, я тебе очень доверяю, потому что ты замужняя девушка, вот, красивейшая, с двумя детками, поэтому очень-очень я тебе верю. Мне когда-то еще в 20 лет астролог сделала мою карту и сказала, что я замуж выйду в 28 лет. И я думаю, там, блин, бред какой-то, у меня тут жених на женихе, я не знаю, знаешь, за кого замуж выйти, то ли на этого, то ли за этого. И я говорю, и родишь ты в 28 лет. И мне день рождения было 28 лет, на следующий день мой муж уже сделал предложение. И я в 28 лет родила, хотя, ну, как бы, я не планировала ничего, просто вот так вот случилось. Скажи мне, ты с детства была красивая и чувствовала ли ты себя в детстве красивой? Нет, абсолютно нет. И ты знаешь, вот, я назвала свою программу без комплексов, это то, к чему я стремлюсь до сегодняшнего дня. Я тебе сейчас покажу, какая я была уже с гитарой, 12 лет. Мне не нравились мои ноги. Вообще, очень сильно не нравились. И это началось с того, когда ко мне моя подружка пришла и сказала, что тот парень, с которым ты встречаешься, он говорит, ну, в тебе хорошо все, но если бы не твои ноги. Ну, то есть, они были полноваты, ну, честно. Что ты думаешь? Я за полгода похудела на 10 килограмм, при всем при том, что мне было 13 лет. У меня началась анорексия. Я перешла в такое состояние, ну, я была, как тебе сказать, то есть, я уже была нездорова. Я смотрела на себя в зеркало, я таяла просто на глазах, я ничего не ела, вот, вообще, моя мама посидела. Ну, в общем, все, что было, но я себе нравилась еще больше и больше и больше. Это, знаешь, это вот про тот перфекционизм, что, знаешь, вижу цель, не вижу препятствий. И это тоже плохо иной раз. И вот из этого состояния меня начали, как бы, ну, вытаскивать уже с помощью врачей и все прочее. Ну, это длинная история. Вот это большой был мой комплекс ноги. Сейчас, ты знаешь, вот я на это все смотрю и вот раньше мне нравились девушки худее, то есть, мне хотелось быть такой вот худенькой, стройненькой, а сейчас мне нравятся формы. И вот, ты знаешь, да, я как-то расслабилась. То есть, я себе сейчас нравлюсь намного больше, чем я была вот тогда. Вот во сколько лет ты почувствовала себя, что ты красивая? Ну, наверное, вот в институте, когда я училась, вот, и опять же, знаешь, то есть, это, ну, мне нужны были доказательства. То есть, я вот так смотрю на себя в зеркало, ну, для меня, ну, хорошо, ну, густые волосы, ну, ну, вроде симпатичные, ну, губы, знаешь, там, пухлые, ну, все. Но когда, например, ты видишь взгляды, да, заинтересованные парни, вот тогда, да, когда знакомятся, значит, у меня, значит, есть все же порох в пороховнице, да, и я уже этим пользовалась, конечно. У тебя, кстати, подкола-то губы? Нет, нет, нет. Все, ты за натуральность. Слушай, ну, я, если бы, например, мне не хватало, я бы 100% подколола. Ну, ну, как бы не считаю, то есть, пока все нормально. А что ты делала с лицом? Что-нибудь делала, колола? Я делаю биоревитализацию, я делала ботокс, сейчас тебе скажу, вот здесь вот под глазками, и, ну, потому что, действительно, у меня вот эти мимические морщины, ну, ты видишь, да. Ну, у тебя строение веса такое. И все, пока я ничего не делала, ну, понимаю, то есть, если надо, я всегда за уколы красоты, но понимаю, что красота женщины, она в глазах, то есть, если ты светишься изнутри, и все, не нужны никакие уколы красоты. А красивым быть легче, чем некрасивым девушкам? Ну, в какой-то степени, да. В моем случае красота, ну, там, внешность, да, там, яркая, она где-то сработала в плюс, например, в моей карьере, там, где-то я прошла кастинг или в чем-то, но я прекрасно понимаю, что если бы не были, ну, качества, там, я не знаю, сейчас я, конечно, себе это вот похвалю, но я действительно люблю работать, я такой, ну, трудоспособный человек, и я не расслабляюсь, и такой перфекционист. Если бы не было, возможно, этих качеств и просто там яркая внешность, то я бы не задержалась на каких-то своих работах, на своих карьерах. Вот мне кажется все же, что красота – это не равно успех и не равно счастье, вот. Круто быть красивым, но для этого сейчас нужно еще что-то делать, работать над собой, заниматься спортом, быть ухоженной, и, ну, не знаю, для меня очень важно, чтобы быть красивой, важно заниматься своим любимым делом, вот для меня это просто очень важно. Так, у тебя здесь консилер. Да, консилером, ты знаешь, я… По цвету он не супер тебе подходит. Не супер подходит, я его подобрала сама, вот понимаешь? Вот как ты все это видишь? Тебя не обманешь. Неожиданно. Да. И никто ими не красился практически. Да, ты видишь. Тоже сама покупала. Купала где-то, понимаешь? Слишком шиммерный. Все равно люди, у которых века с нависанием, как я, также и у тебя, это не наш вариант, потому что они будут усиливать вот это нависание. Красной помадой часто красишь красные губы? Ну что-то должно произойти. Ну, наверное, на съемку. Вот в последний раз у меня была съемка с парой. Я действительно накрасила красной помадой. Вообще в реальной жизни нет. Относительно физиогномики тоже, когда ты красишь красным губой, это ты хочешь, чтобы тебя внимательно слушали. То есть, если, например, ты идешь на какое-то мероприятие, у тебя очень большая аудитория и ты сомневаешься, что тебя там в каком-то роде, ты будешь интересна, надо красить красным губой. Красная помада на самом деле идет абсолютно всем. Просто красный цвет – это цвет, который может быть как и теплый, так и холодный. Вот этот оттенок не твой, тебе нужен оттенок более холодный. Такой бордовый, приглушен винный цвет. Или малиновый какой-то, чуть-чуть, да, чтобы более холодный. Это будет твой вариант. То есть, если у вас цветотип холодный, то как понять, что вы холодный цветотип? Утром встали и посмотрели на себя, губы с фиолетовым подтоном, синяки под глазами, белок глаза такой прям с голубеньким – значит, вы холодный подтон. Если вы утром проснулись, синяков под глазами нет, губы лососевого цвета – значит, вы теплый подтон. Вот вам даже и будут идти помады красные аж с оранжевым таким, с морковным подтоном. А те, кто более холодный – прям с холодным подтоном, с фиолетовым. Вот я вижу. Мои идеальные. Вот я всегда губы подкрашу, если на съемку, кто вот таким розовеньким, натуральный, но опять же эффект зацелованных губ. Это Giorgio Armani. По люксу пошли. Сама выбрала карандаш? Нет. Опять же, в салон. Да. Очень правильный выбор. Идеальный для тебя. Вот по… можно я накрашу здесь, чтобы было видно. Прям видишь, немножко аж с фиолетовым отдает. Вот. Прям супер. Будет. С этим цветом кожа у тебя будет казаться еще теплее, такая более прям загоревшая. И аромат. Ну, аромат, да. Это значит такой travel-вариант. Легкий. Да. Я обожаю их аккаунт. Кстати, вот что меня… Jumala. Да, вдохновляет. Больше всего меня вдохновляет. Креатив инстаграма Jumala. Я фанатка их. Это… у них самый крутой креатив. У тебя полный набор, но я хочу тоже тебе подарить подарок. Да. Ну, давай. Здесь много всего именно нашей продукции, и я хочу тебе подарить подводку. Вот я у тебя ее не увидела. Не увидела, да. То, что для тебя будет нестандартно, возможно. Вот. Это очень неожиданно. Синие-голубые тени – это все 17-20 лет. Это мои просто… я обожала этот цвет. Вернулся я в моду? Это вот твой идеальный цвет. Если, например, ты хочешь купить платье, либо еще какой-то, например, костюм и выглядеть вот самой крутой, самой классной, это твой цвет. На следующую съемку я буду с головой подводки от Анюты. Спасибо, мне очень приятно. Круто. Столько полезной информации узнала. Иду на курсы физиогномии. Спасибо большое, что ты ко мне пришла. Спасибо за приглашение. Это мое одно из первых интервью. Я тебе так скажу. Я записала, наверное, тысячи интервью, но это мое, чтобы ты понимала, первое интервью. Если вам это интервью, мое первое интервью на YouTube канале понравилось, поставьте обязательно лайк, напишите свой комментарий, подпишитесь на канал Анюты и на мой, конечно, канал тоже подпишитесь, Алицкая. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok